Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось представить вашему вниманию несколько клинических наблюдений протекции трудных дыхательных путей у пациентов при трансоральных мышательских вмешательствах. У пациентов с опухолями и аномалиями основания черепа и верхних шейных позвонков для выполнения оперативного вмешательства в ряде случаев используется трансоральный или комбинированный трансорально-трансназальный доступ. Интубационная трубка в ротовой полости является препятствием затрудняющим действия хирурга и повышает риск инфицирования операционной раны. Также имеется большой шанс случайной экстубации или транслокации трубки во время хирургических манипуляций, что приводит к поиску альтернативных путей, протекции дыхательных путей. Таким методом может служить выполнение трахеостомии перед нейрохирургическим вмешательством. При наличии нестабильности в области крайне вертебрального перехода до трансоральной хирургии этим пациентам, как правило, выполняется ципетаспондилодез. Данное вмешательство решает проблему стабилизации крайне вертебрального перехода и верхних шейных позвонков, но резко ограничивает подвижность в шейном отделе позвоночника, исключает возможность разгибания головы, что потенциально усложняет последующие манипуляции на верхних дыхательных путях. Трахеостомия облегчает нейрохирургический доступ, устраняет интероперационный риск перегиба интубационной трубки, обеспечивает проходимость дыхательных путей в случае развития отека гортоноглотки языка. Также трахеостомическая трубка защищает пациента от аспирации в раннем послеоперационном периоде в случае развития бульбарных нарушений. Как правило, трахеостомия выполняется в условиях общей анестезии и ИВЛ через интубационную трубку. Тем самым протекцию дыхательных путей при трансоральной хирургии можно разделить на два этапа. Во-первых, это интубация для выполнения трахеостомии. Во-вторых, это сама трахеостомия. Мы с вами должны понять, что речь идет о достаточно узкой категории пациентов, у которых в силу их анатомо-физиологических особенностей и особенностей патологического процесса, таких как дополнительный объем в гортоноглотке в сочетании с резко ограниченной подвижностью шеи, может быть трудной интубацией трахеи или выполнение трахеостомии. Трудную интубацию и трудную трахеостомию мне бы хотелось обсудить с вами на конкретных клинических примерах. Трудная интубация. Пациент 41 года. С детства страдает травматоидным артритом с поражением практически всех групп суставов. К моменту госпитализации перенес протезирование обоих коленных и позабедренных суставов, а также за месяц до госпитализации ему был выполнен ацепитоспондилладез между затылочной костью и вторым и третьим шейным позвонками с одномоментной декомпрессионной ламиноктомией первого шейного позвонка. При госпитализации жаловался на прогрессирующую слабость в конечностях с невозможностью передвигаться самостоятельно. Периодическое поперхивание при глотании. По объективным данным у него выявлялась инвагенация зубовидного отростка второго шейного позвонка с грубой компрессией спинного мозга. Целью госпитализации в институте нейрохирургии являлось разрешение базилярной импрессии путем трансорального удаления инвагинированного отростка второго шейного позвонка. При осмотре у пациента было выявлено ограничение открывания рта до 3,5 см. Гроборигидная неподвижная шея за счет поражения межпозвонковых дисков основным заболеванием и выполненным ацепитным спондилодезом. По данным КТ и МРТ выявлена склеотическая деформация шейного отдела позвоночника с усилением лордоза. Также патология крайнецервикального перехода в виде стеноза в области второго шейного позвонка и клиновидный шестой шейный позвонок. По малом пате мы его оценили как третий класс. Также мы его оценили по шкале Эль-Ганзури. Получили 7 баллов. Данный шкал разработан в начале 21 века для прогнозирования трудной интубации. Как видно по результатам оценки пациента, нам было рекомендовано выполнение интубации трахеи при помощи видеоларингоскопии, с чего мы, собственно, и начали. В нашем арсенале имеются видеоларингоскопы Айртрак и Симак, с помощью которых мы планировали осуществить доступ к дыхательным путям. Интубация трахеи происходила в условиях тотальной внутривенной анестезии с использованием короткодействующих миорелаксантов. Проблем при проведении масочной ИВЛ не отмечалось. Оксигенацию давалось поддерживать на уровне 99-100%. При попытке ларингоскопии видеоклинком Айртрак визуализации структуры гортани добиться не удалось. При открывании рта и заведении клинка в ротовую полость происходило смещение корня языка в каудальном направлении. Он фактически блокировал вход в глотку, не позволяя визуализировать никаких анатомических структур. Мы попробовали интубацию клинком Симак, но ситуация повторилась таким же образом. Открытие рта и заведение клинка приводило к смещению корня языка и закрытию входа в глотку. Нам не удавалось визуализировать никаких структур глубже уровня небных дужек. При этом между попытками интубации масочный ИВЛ проводился удовлетворительно, и оксигенация поддерживалась на приемлемом уровне. В нашем арсенале также имеется интубационный видеобронхоскоп Карл Шторц. Так как нам удавалось удовлетворительно вентилировать пациента через лицевую маску, мы попробовали интубировать трахею видеобронхоскопом через рот. Но дальше небных дужек нам опять же пройти не удалось. Получался слишком острый угол, и проведение бронхоскопа становилось невозможным. В результате чего мы решили попробовать интубировать этого пациента бронхоскопом через нос. После прохождения бронхоскопом по нижнему носовому ходу нам удалось визуализировать заднюю стенку глотки. За счет деформации позвоночника она выдавалась в ротовую полость и формировала очень узкий просвет между корнем языка и, соответственно, ей самой. Дальше нам удалось визуализировать надгортанник, который тоже был анатомически изменен, и нависал над голосовой щелью. Пройти удалось без проблем. Видеобронхоскоп мы завели в трахею, и по нему была осуществлена интубация трахеи трубкой 6,5. Начали ИВЛ, после чего выполнили пункционную трахеостомию. Трубочку трахеостомическую вы можете видеть на слайде. Таким образом, трансназальная интубация под контролем видеобронхоскопии может быть альтернативным выбором при трудных дыхательных путях. Теперь бы мне хотелось сказать несколько слов о трудной трахеостомии. Мужчина, 57 лет, госпитализирован в клинику для удаления образования носа и ротоглотки. На момент госпитализации жаловался на отсутствие носового дыхания, затруднение дыхания через рот, часто обильное кровотечение из носа и полости рта, невозможность принимать полутвердую и твердую пищу. При осмотре на себя обращал внимание кахитсия, 57 кг при росте 180 см, также определялись выраженные изменения лабораторных показателей, тяжелая анемия, изменения показателей свертывающей системы крови. При риноскопии выявлено больших размеров опухоль, которая полностью заполняла носовые ходы. Ротовая полость новообразования заполняла всю полость ротоглотки с формированием узкого просвета между корнями языка и ее поверхностью. Поверхность опухоли имела изъязвленный характер со следами фибрина, множественных кровоизлияний, кровоточивая при малейшем воздействии на нее. При обсуждении клинической ситуации и тактике оперативного вмешательства мы решили выполнить пункционную трахеостомию в сознании на самостоятельном дыхании ввиду высокого риска кровотечения и строму опухоли. От интубации трахеи и последующих манипуляций перед пункционной трахеостомией решено было воздержаться. Обезболиванием достигалось местной анестезии в сочетании с введением фентанила 25 мкг за 5 минут до начала манипуляции с пролонгированной инфузией 25 мкг в час. Для поддержания оксигенации проводилась энсуфляция кислорода через лицевую маску. Нерешенным у нас остался вопрос подавления кашлевого рефлекса при манипуляциях на трахеи. В классической методике пункционная трахеостомия выполняется в условиях тотальной внутривенной анестезии и мировой релаксации, что снимает проблему возникновения кашлевого рефлекса. У нас же пациент был в сознании, сохранённом самостоятельным дыханием, и любые манипуляции на трахеи могли бы привести к развитию кашля в любой момент, что значимо бы усложнило, если бы не сделало трахеостомии невозможной. На просторах всемирной паутины существует большое количество публикаций и образовательных видео, посвящённых интубации сознания, на самостоятельном дыхании, где с целью анестезии слизистой трахеи выполняется пункция перстничитой видной мембраны и введение просвета трахеи раствора местного анестетика с целью угнетения кашля. Данная методика легко воспроизводима, поэтому мы решили её исследовать. Также на канале нашего отделения есть видео, на котором наш доктор Александр Анатольевич Сычёв тоже выполняет пункционную дилетационную трахеостомию на самостоятельном дыхании по методике Сигли. Мы же выполняли пункционную стому по методике Григза. Итак, трахеостомия выполнялась в условиях отделения реанимации. Пациенту проводился стандартный мониторинг в виде электрокардиографии, измерения артериального давления, пульсоксиметрии. Первым этапом была выполнена местная анестезия, кожных покровов и подлежащих тканей, после чего тонкой иглой осуществлена пункция щита перстневидной связки. После подтверждения нахождения иглы в трахеи, ввели туда 10 мл 2% раствора лидокаина с целью анестезии слизистой оболочки. После чего выполнили анестезию кожных покровов и подлежащих тканей раствором новокаина на 1,5 см выше неремной вырезки, к проекции 3-4 полукольца трахеи. В данной точке произвели пункцию трахеи и выполнили заведение по пластиковой конюле 14G. Через конюль в просвет трахеи завели G-образный проводник струну. Стоит отметить, что при заведении проводника в трахеи кашля не наблюдалось ввиду достаточно анестезии слизистой трахеи. После этого мы выполнили тугую инфильтрацию легких тканей передней поверхности шеи раствором новокаина со следами адреналина. Сделали линейный разрез кожи до 1 см. По проводнику бужировали трахеостомический ход с последующим формированием стомы с помощью зажима Ховарда Келли. В сформированную стому по проводнику установили трубку номер 8. Положение трубки подтвердили аускультации, трубку зафиксировали, выполнили санацию трахеи. Во время выполнения трахеостомии гемодинамические показатели были абсолютно физиологических границах. Эпизодов снижения сатурации ниже 94% у нас не наблюдалось. По окончании процедуры пациент оценил свои ощущения по визуально-аналоговой шкале боли на 4 балла, что в целом, на мой взгляд, достаточно хорошо. Если попробовать сделать маленькое резюме ко всему вышесказанному, то первые описанные нами случаи трудной интубации трахеи демонстрируют необходимость владения различными методами протекции дыхательных путей. В нашем случае масочная вентиляция пациента не представляла сложности, в связи с чем мы не были ограничены во времени и попробовали различные методики, как аэротрак, симак, и только видеобронфоскопия дала нам положительный результат в виде интубации трахеи. И следует отметить, что даже несмотря на подробную оценку пациента до операции, в результате которой нам рекомендовалось выполнение интубации трахеи с помощью видеоларингоскопов, по факту, интубируя трахеи, мы смогли только через нос и то только по бронхоскопу. Отсюда можно сделать вывод, что в целом, даже при прогнозируемой трудной интубации трахеи, в арсенале реаниматолога должны быть различные девайсы и необходимость и умение ими пользоваться. И пункционно-дилетационная трахея стоми выполнена в сознании на самостоятельном дыхании, может быть методом выбора протекции дыхательных путей в ситуациях, когда риск от интубации трахея крайне высокая, и сама интубация сопряжена с техническими сложностями. Необходимо помнить, что пункционная стома должна выполняться командой опытных специалистов в условиях тщательной анестезии кожных покровов, мягкие ткани шеи и слизистой трахеи, так как развитие кашля при пункции трахеи и последующих манипуляциях на ней могут привести к развитию осложнений. Сохранение сознания и возможности общения с пациентом во время трахеостомии дают возможность оценить болевой синдром и координировать действия оператора и пациента. У нашего отделения есть свой сайт, на котором в свободном доступе есть книги-статьи, обучающие фильмы, посвященные трахеостомии и протекции дыхательных путей. Так что, если заинтересовались, добро пожаловать на сайт. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Евгений Павлович, спасибо. Вопросы? Вот уже горячих идет. Да. Дорогой Евгений Павлович, мы с вами в том числе учим курсантов Саша, вопрос. Курсантов наших. Сейчас будет вопрос. Вопрос иногда требует преамбул. Что интубация с использованием гибкого видеоэндоскопа наиболее безопасна на самостоятельном дыхании. Описывая первый случай, вы говорите, что пациент находился в состоянии наркоза, ему были введены релаксанты. Во-первых, я жду от вас признания, что это неудобно и неправильно, чтобы наши слушатели не думали, что это можно и хорошо интубировать, используя видеоэндоскоп у релаксированного пациента в глубоком наркозе. Вы абсолютно правы. выполнявшие эту ситуацию я вам скажу, что западают мягкие ткани, падает корень языка и ты видишь просто розовое пятно. Требуется второй помощник, если уж мы вынуждены интубировать по видеоэндоскопу у пациента, который релаксирован, который выводит челюсть или подхватывает корень языка шпателем или обычному ларингоскопу. А вопрос такой, как вы осуществляли вентиляцию пациенту релаксированному в то время, когда проводили интубацию через нос по видеоэндоскопу? Какой используя интерфейс, маску или что и каким образом эндоскоп шел через маску? Расскажите людям. Александр Станиславович, вы абсолютно правы. Можно я на преамбул сначала немножко отвечу? Я это попытался в своем докладе несколько раз подчеркнуть, что на тот момент, когда у нас пациент был релаксирован, вентиляция через маску у нас не представляла сложности. Несмотря на то, что мы физически не могли его интубировать через маску, он дышал достаточно удовлетворительно и сатурация у нас поддерживалась порядка 99-100% все время наших манипуляций. Так как, грубо говоря, нам удавалось удовлетворительно его вентилировать с помощью маски, мы по времени были не сильно ограничены. Да, это неприятная ситуация, мы попались, у нас было, что я могу вентилировать через маску, но не могу интубировать. Поэтому, скажем так, у нас было некоторое время для различных попыток. То, что вы говорите, что интубация по бронхоскопу с выключенным самостоятельным дыханием это неправильно, я категорически с вами согласен. Это действительно неправильно. Но у нас была возможность вентилировать пациента через маску и поддерживать нормальную оксигенацию. И, соответственно, у нас было два выбора. Вводить Брайден пациенту и выводить его из меры локсации, пробуждать и потом заново осуществлять процедуру интубации, когда он уже будет в сознании, на самостоятельном дыхании все будет хорошо. либо же попробовать, пока он находится в наркозе, интубировать его с помощью бронхоскопа. Вот. Это комментарий на первую часть вопроса. А если честно, я подзабыл, как звучала вторая часть вопроса. Видеобронхоскопия на самом-то деле была достаточно кратковременной. То есть это занимало не больше 15-20 секунд в обоих ситуациях. Мы зашли в рот, мы поняли, что слишком острый угол и бронхоскоп так не загнется. Мы вышли, дали человеку, ну, повентилировали его на маске там несколько минут, после чего попробовали зайти через нос. Но это в целом тоже заняло не больше 35-40 секунд, что сопоставимо в принципе с временем отсутствия вентиляции при интубации трахеи. Таким образом вентиляция прерывалась на экране. Конечно, конечно, конечно. Конечно. Так, коллеги, давайте еще вопросы. Давай. Спасибо за доклад. Насколько я понимаю, шкала Эль-Ганзури, она же оценивает трудности только интубации. Да. А рекомендации ФАР по трудным дыхательным путям рекомендуют оценивать еще трудную, вероятность трудной масочной вентиляции, трудной установки ларингеального воздуховода, трудной трахеостомии. И как бы, если оценивать еще вот этого первого пациента по вот этим всем остальным шкалам, да, он же как бы наберет и на трудную масочную вентиляцию, и на... А вопрос, вопрос можно? Вопрос в том, что почему, как бы, имея на руках заранее вот эти все факторы, и если наша конечная цель прийти к трахеостомии, да, почему сразу ему не сделать трахеостомию под местной анестезией? Совершенно логичный вопрос. Я у меня тоже был. Почему в первом случае вы сразу трахеостомию не делали? Вы знаете, у меня просто не получилось сделать этот слайд, потому что, к сожалению, для снимков пациентов в нужном качестве не осталось. Но я об этом попытался сказать. Вот это пациент, который болен ревматоидным артритом длительное время, то есть он болеет ревматоидным артритом больше 25 лет. У него есть грубые изменения костного скелета, в том числе и скелета шеи. Если обратить внимание на слайд, сейчас можно я вернусь к нужным слайдам? Ну, вы же все равно ему наложили. Да, у него была очень грубо изменена, скажем так, анатомия осевого скелета. И на самом-то деле, после наложения трахеостомы, трахеостома у него не была по передней линии шеи, а трахея у него была тоже грубо смещена вбок, и трахеостома выглядела так, что она наложена сбоку. То есть, в целом, изменения анатомического скелета, на мой взгляд, они могут являться некоторыми, ну так, предикторами сложной трахеостомии, более сложной, чем нам бы хотелось. Все-таки интуба трахеостомия в сознании на самостоятельном дыхании, это ситуация достаточно стрессовая, как для самого пациента, так и для операторов, которые накладывают. И поэтому, если можно понизить уровень этого стресса, то... А хирургическую стому вообще пациента надо выкладывать специальным образом, да, потому что... Вы понимаете, у него шея неподвижна, мы его не могли выложить в классическую позу. У него стоит задняя стабилизация. Сейчас я попробую. Не, ну понятно. Да, понятно, Евгений. Коллеги, еще вопросы. Здесь есть задняя стабилизация и измененная анатомия. Пожалуйста. Евгений Павлович, такой организационный вопрос. Вот в ряде случаев накладываете при трансоральных операциях трахеостому в операционной, а в других случаях ее выполняете в условиях реанимации. Где комфортнее реаниматологу поставить трахеостому? В реаниматологу, конечно, комфортнее в реанимации. Тут как бы без всяких... Конечно, у себя дома. У себя дома. Пожалуйста. Коллеги под рукой, инструментарий есть под рукой. Большое спасибо. Классный доклад и количество вопросов это только подчеркивает. Мы в этой ситуации сделали бы следующим образом. То есть, если есть пациент, который заранее идет на интубацию при крайне трудных дыхательных путях, то предварительно делается обследование видеоларингоскопия, фиброболонскопия, то есть в сознании, в кабинете эндоскописта с оценкой того, с чем мы можем столкнуться. Ну, в частности, после трехеостом, со стенозами горта, со стенозами трахеи и так далее. Не кажется ли вам, что было бы неплохо еще до операции, до этого всего, с чем вы столкнулись, сделать такое обследование? В целом, да, абсолютно вы верно говорите. Но есть некоторые условия в виде того, что у нас нет отделения эндоскопии. И по факту, все наши владения бронхоскопом и видеобронхоскопом осуществляются врачами-анестезиологами-реаниматологами. Ну, понятно. Еще, коллеги, у меня, если можно, один вопрос. Вот по второму кейсу. Вы не боялись там использовать фентанил? Андрей Юрьевич, в целом мы думали по этому поводу, как обеспечить человеку удовлетворительный уровень анальгезии. И мы использовали очень небольшие дозы фентанила. То есть мы взошли из дозы 25 микрограмм в час, а доза 25 микрограмм в час используется в том же самом фентаниловом пластыре дюрагезии, который мы используем для плановой анальгезии пациентов, находящихся после хирургии. Ну, хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Коллеги, да, еще вопросы есть? Пожалуйста, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Оснащение всех больниц разное, не везде есть то, что есть у вас в ней. И такой вопрос. Вот если рассматривать второй кейс, но у пациента уже имеются дыхательные нарушения, то есть мы ставим дыхание неадекватно, соответственно, ситуация более экстренная, и нету наборов для дилитационных трехиостом. Что делать, как быть, какие подсказки на будущее? Вы знаете, это очень сложный вопрос, на мой взгляд. То есть как бы у пациента есть дыхательные нарушения, и у вас нету набора для пункционной трехиостомии. Ну, коникотомии есть. Да, сделать коникотомию, как вариант. А потом лоры накладывают полноценную техиостом. Ну, а потом уже пациент немножечко будет спасен, а дальше будет время подумать. Хорошо. Спасибо.